Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас в ЖК «Кавказ». Сегодня у нас будет здесь обзор на самый лучший пляж Анапы. Всем привет! Меня зовут Александр. Я занимаюсь сдачей квартир в ЖК «Кавказ». Есть однушки, студии. Сейчас покажем одну из квартир для вашего размещения. Студия. Пройдемте в квартиру. Сейчас все покажу. Здесь есть прихожая, есть места для хранения, Wi-Fi. Есть дополнительные подушки, утюг, фен, плечики и присос. Квартира предназначена для размещения четырех человек. Пол у нас рабочей зоны и на прихожей возле кухни плитка. Дальше идет ламинат. Есть двуспальная кровать, сприкроватная тумбочка, картина. Очень симпатично вписывается зеркало. Есть два кресла раскладывающихся, сплит-система, стол обеденный, ну и сама кухонька. Телевизор, микроволновая плита и двухкомфорочная плита. Также есть чайник и холодильник. Есть в шкафчиках набор посуды. Есть кастрюльки, сковородки, вилки, ножики. Все, что вам может понадобиться для того, чтобы самим приготовить себе еду. Если чего-то не будет не хватать, то обязательно вам подвезут. Кресла такие специально взяли. Если дети разнополые, например, очень удобно можно раздвинуть, отдельно положить детей. Хотят вместе, то можно вместе сложить и будет как диван. Вот так будет выглядеть в разложенном виде, так в сложенном. Общая площадь 33 квадратных метра. В принципе, все для комфортного проживания и отдыха здесь имеется. Есть свой балкон-лоджия. На ней пара стульчиков и панорамный вид, друзья. Также здесь возможно посушить ваши вещи и, конечно же, вид на море. Есть холодильная доска. Смотрим санузел. Есть стиральная машина, тазик, место для полотенчиков, зеркало, раковина, туалет и вот такая вот большая зона для того, чтобы помыться и там красиво расставить ваши мыльные принадлежности. До моря идти 5 минут. В описании будут мои контактные данные. Обращайтесь, кому будет интересно, пишите, звоните. А не забывайте, что это не единственное место размещения. Есть еще и другие варианты. В описании будет ссылочка на YouTube-канал, на котором представлены они. Рядочком с корпусом есть футбольное поле, где детки играют. Есть влокаут-городок. Видите, с детьми здесь сейчас ребята все отдыхают. И также парковочка бесплатная по всей территории. Если хотите охраняемую, то с той стороны дороги она тоже имеется. Возле ЖК «Кавказ» магазин фрукты и овощи. Давайте сейчас посмотрим цены. Открыто с 9 до 21.30. Лайм 60 рублей штука, лимончики 250 рублей килограмм, 120 апельсины, 200 мандарины, помидоры 115, грибочки 280, огурцы 75, черепа 280, черешня 300, 260 виноград 280, крупный виноград 120, дыня 39 рублей. Лучок 55, морковка 250, крымский лук, картошка по 55 рублей, цукини 55, по 165 перец и баклажаны. Капуста по 45, слива 200, нектарин 320, 260 персик 330, груша 260, плющенный персик 240, нектарин 220, армянский, абрикос 145, яблоко и 250 гранат. Есть выбор сладости очень большой. Клубника 400 килограмм, голубика 300 килограмм и также зелень есть. Есть товары курортного ассортимента, продаются. И вот здесь находится магазин и столовая. На первом этаже магазин, на втором столовая. Экскурсии с левой стороны. Море спа, здесь можно массажи, тренажерный зал получить. И есть аптека. На территории ЖК Кавказ есть аквапак вот такого формата. За вторую половину дня здесь 600 рублей. Там отдыхают мои подписчики. Первая половина дня 700 рублей стоимость. Единственное, что еще дети с 3 до 7 лет по 300 рублей пишем на самый лучший пляж Кавказ. Магазин продуктов, кстати, здесь хороший. Практически все там есть. Так что, в принципе, куда-то ходить особо не надо будет. Хотя недалеко отсюда находится и Пятерочка, и там магазин Солнечный. То есть все, что надо, вы можете себе прикупить, сходив в сторону Витязева. На углу находится кофейня Прованс. Посидеть, выпить кофе можно прям рядышком с дома. Дошли до Пионерского проспекта. Здесь просто великолепная зеленая зона с соснами. Очень классный воздух. И вы можете видеть, сколько людей здесь отдыхают. Действительно, место сверхпопулярное. Можно назвать его одним из лучших мест в Анапе. Здесь открыли туалет. Он заработал стоя на 20 рублей. И режим работы. Это прямо на остановочке по пути следования. С этой остановки вы можете уехать в сторону Витязева. 114-128 маршрутка. И погулять по параллели. И потом сюда также вернуться на вон ту остановочку. С нее вы уедете в Анапу на тех же самых маршрутах. И погуляете по нашему городу. В принципе, до Анапы километров, наверное, 7. До Витязева километров 2,5. В ту сторону я что-то не сказал, что в сторону Анапы можно доехать. Прежде чем от этого, там тоже есть аквапарк и парк аттракционов для детей. Здесь, смотрите, кафе «Лаванда» называется. То есть можно прийти, посидеть и провести время на отдыхе с пользой. Туда дальше есть хуторок. Там хорошая столовая. Очень раньше хвалили. Если в этом году вы там ели, напишите тоже свой отзыв, пожалуйста. Через дорогу здесь также есть еще магазинчики разнообразные. И кафешка, в которой люди очень часто танцуют до утра. Через такую красивую арочку нам остается считанные метра уже дойти до пляжа. Очень хорошее озеленение. Можно гулять по Пионерскому проспекту. Видите, там есть лавочки. Вот вам, пожалуйста, еще одна аптека. Развитие инфраструктуры здесь произошло просто колоссально. Потому что ранее просто выходишь и тут ничего нет. Просто у тебя там квартира, вон там пляж, а что-то хочешь, куда-то надо ехать. Сейчас, вы сами видите, что все уже развилось, все в комплексе. И вам здесь не будет скучно. Еще хочется отметить, что это, наверное, один из самых последних проходов, которые имеют такое шикарное озеленение к морю. То есть рад, что он сохранил такую красоту. И здесь еще один туалет имеется, друзья. И душ. Ногомойка 20, душ 35, туалет 20. Хочется отметить, что по всему проходу вот такого формата урны. Натянутые пакеты и люди не складывают свой мусор. Отсюда уже у нас начинается песочек и пешеходная зона. Люди здесь просто оставляют свои коляски, даже не пристегивая, и идут на пляж. На пляж у нас идет такая вот дорожка на стил. И здесь можно увидеть, что снесли дюны, убрали зелень и хотят здесь что-то построить. Дошли уже до пляжа. Здесь предлагают всякие рисунки. Уточняйте конечную стоимость на все товары, которые здесь продают, чтобы вы не портили себе нервы. Выгол животных, здравствуйте, запрещен. Направо у нас есть дорожка до Сибирис Ресорт. Вы тоже можете прогуляться, там до пляжа Афалина. Здесь даже заплетают косички от 500 рублей и выше. Предлагаемая сумма. Пляж отеля Горин Парк. Далее там пляж Хуторок. Здесь детская игровая площадка. Можно деток своих запустить. Под присмотром девушки будут находиться. Батт куда чуть правее есть. Здесь мороженки продают, разнообразные напитки, коктейли. Есть детские батуты. Дети прыгают счастливо. Разные смузи. Соки воды. Также услуги массажа. Мусорки. То же самое место для курения. И лежаки. Стоимость лежака здесь 300 рублей. Вы можете посмотреть, насколько популярен данный пляж. Здесь можно увидеть, что лежак для людей с ограниченными возможностями бесплатно. Людей отдыхает довольно-таки много. Спрос, почему я думаю, не должен стоять остро. Вы можете это все сами увидите, ребята. Потому что водичка очень чистая. Море с небольшой волной. Но это прекрасно. Удовольствие получите вы здесь просто фантастическое. Смотрите, какая чистейшая просто прозрачная вся вода. Снимаем видео вечером. Температура воздуха плюс 28. Людей очень много. Здесь самый лучший пляж, как я делаю, друзья. Потому что очень высокие дюны, на которые можете пойти прогуляться. Прогреться, так сказать, с кварцевым песочком. И почти всегда самое чистое море. Вот так вот. Лучший пляж, Кавказ. Отдых на Черном море для вас. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДimaTorzok. ДimaTorzok. Под вечер море стало немножко прохладнее. Но не настолько, чтобы вас пугать. Пришла, наверное, самая жаркая пора, когда температура моря 25,8-26 градусов. Днем сегодня замерял было 27 на жаре. И людей на пляже прям, ну, очень много. Но мест хватит всем, друзья. Всем отличного отдыха, хороших эмоций, позитива как можно больше. И пускай в вашей жизни все будет красиво. С вами был Юрий Азаровский. Не забывайте поставить лайк, подписывайтесь. Ну и все координаты напрямую. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Сергей. Откуда приехал? Да, я приехал из Северно. Как тебе отдыхает ЛЖК Кавказ? Хорошо. До моря близко? Да, море, ну, довольно близко. А пляж как тебе? Пляж хороший. Привет, кому-нибудь хочешь передать? Привет, те, кто смотрит меня. От души. Давай, петенечка. Давай, петенечка. Давай, петенечка.